друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы после выходных снова анализируем ключевые фундаментальные события разбираем основные инфоповоды смотрим как конечно же на все это реагирует наш классический традиционный набор финансовых инструментов идеи носят долгосрочный характер делается акцент на основные тенденции и соответственно все с этим корректируется друзья сегодня в 17.00 по московскому времени на час раньше пройдет традиционный вебинар правильный понедельник где мы будем говорить об очень интересной теме очень интересный сейчас потому что уже на протяжении второй недели мы явно убеждаемся в том что фундаментальный фон не работает трейдеры игнорируют и статистику и геополитические риски я сюда ношу и протесты и очень непростые отношения сша и китая но все это переваривается трейдерами конвертируется в какой-то позитив он и поддерживает турали которая мы видим и в такой ситуации безусловно нужно что-то новое или забытая старая но очень эффективная которая будет помогать принимать торговые решения и таким забытым старым является классический индикатор и личных настроений каймана которым я говорил же очень много и сейчас друзья мы обращаем на него внимание уже больше недели если мы посмотрим прям в ходе текущей торговой сессии на то что мы видим по классическим валютным парам евро доллар фунт доллар по-прежнему значительный перекос на стороне продавцов все несмотря на рост продолжают активно продавать и только поэтому мы делаем вывод о том что восходящая тенденция может сохраниться в общем друзья сегодня я расскажу что это такое как его анализировать и стоит ли сейчас доверять данными данным и показателям этого индикатора тема будет очень интересная поэтому если есть возможность подключайтесь буду вас всех ждать и друзья конечно же чтобы быть в курсе всего контента который мы для вас готовим и записываем необходимо подписаться на наш канал если есть вопросы по возможно тем инструментам которых они касаются обязательно пишите их разберем и безусловно ставьте лайки лучшая мотивация для любого спикера ну а сегодня давайте а вкратце поскольку недели только начинается рынок нефти 43 05 еще выше чем мы были неделю назад и фактически сначала этого точнее скажем так за последний месяц небольшим мы увидели удвоение бренда и wti почему сейчас рынок растет потому что в эти выходные прошла встреча опек и как ожидалось достигли соглашение по продлению договоренности по сокращению добычи на следующий месяц на июль общая планка правда теперь будет не 9 и 7 миллиона 9 и 6 потому что в этом соглашении не участвует мексика интересно было посмотреть как же россия и саудовская аравия планирует надавить на нерадивых участников этого пакта потому что их обвиняли в том что они не чистоплотны в соблюдении обязательств поэтому они должны будут компенсировать все то что они не снизили тем что необходимо снизить и еще большим сокращением но история умалчивает каких договоренностей в плане достигли я думаю что надавить на страны никто конечно же не смог а такие регионы как ирак нигерия казахстан я очень скептичен друзья в плане того что он в этом месяце они будут соблюдать обязательства в полной мере и также скептичен относительно того что это соглашение будет работать на сто процентов скажем так даже на 95 процентов или на 90 процентов в ходе следующего месяца поэтому не вижу мощной поддержки от этих договоренностей для рынка нефти но тоже время признаю то что нефти бренд wti сейчас активно растет потому что все закладываются под будущие экономические роста под мировое экономическое восстановление которое идет и будет продолжаться с еще большими темпами я пока что друзья хотел конечно же сегодня рассчитывал что если какие-то будут неприятные нюансы в плане договоренностей то соответственно сегодня мы можем увидеть открытие с гэпом вниз и тогда уже будем искать уровни для продаж но все пошло ровным счетом наоборот рынок растет и пока что я сохраняю статус к в ожидательную позицию в общем не лезу в рынок нефти если у вас есть какие-то идеи если вы видите возможности уровне обязательно друзья пишите в комментариях я думаю что очень многим будет интересно фондовый рынок 3193 пунктов это по снп фактически мы в одном шаге от исторического максимума только вдумайтесь в это ну разве это не мыльный пузырь друзья который может схлопнуться в любой момент там это конечно же сценарий крайней степени вероятности но в то же время что мы имеем сейчас мы имеем то что трейдеры продолжают абстрагироваться от негатива при этом умудряются на негативе даже расти и вот в пятницу вышел отчет по нон фарм перлс он конечно же объективно плохой но если сравнивать с ожиданиями с прогнозами количество новых рабочих мест оказалось по просадке не таким катастрофическим как прогнозировалось уровень безработицы всего лишь 11 3 процента в то время как прогнозировали друзья показатели в районе 20 процентов и если говорить именно о соотношении реальных цифр и прогнозов в этих отчетах трейдеры нашли поддержку то есть если мы будем говорить о том что фондовый рынок растет на негативе то сейчас появился какой-то маломайский позитив конечно же это стало причиной еще больше враги трамп очень выгодно воспользовался этой статистикой в пятницу дал пресс-конференцию отметил что вот он переломный момент после этого американская экономика будет только расти друзья я очень опасаюсь за то что вот так вот там на этом позитиве на этих ожиданиях фондовый рынок может улететь не то чтобы к максимум историческим а их обновить поэтому принял для себя такое волевое решение несмотря на то что очень долго я верил в разворот американского фондового рынка все-таки выйти из него и повторные уровни входа это точно будет продажа буду анонсировать и озвучивать условно в ходе следующих брифингов что касается индекса американского доллара здесь я еще сохраняя позицию длинную 96 87 сейчас тем очень интересно касательно того что будет с долларом и с американскими активами потому что очень интересную статью прочитал я на на эти выходные статью тире исследование потому что там отмечалось что китай начинает сейчас активно избавляться от облигаций от недвижимости за подрыва доверия к американской экономике за то что фрр заигрался и но не могут остановиться действительно печатаю деньги тоннами в прямом смысле с 2008 года по этот год в экономику было влито около 8 триллионов долларов ну ладно ситуация была более-менее нормальные контролируем и сейчас постфактум пандемии из-за вот этих мер а стимулирования щедрых доп инъекции ликвидности только за этот год я думаю что можем округлить немножко сказать что в экономику было влито еще столько же друзья конечно же это на перспективу может повесить как бы домоклов меч под эгидой девальвации доллара потому что такой рост денежной массы он незаметно безусловно не пройдет и поэтому китай принял решение все-таки начать избавляться от активов понимает что есть очень значительный потенциал обесценивание тем более что эта тенденция может стать общей мировой тенденцией ведь доллар находится в резервах большинства стран и занимает весомую на долю в связи с этим друзья если такая информация стала достоянием общественности и уже очевидно по движению капиталов что облигации начинают пользоваться все меньше и меньшим спросом американские облигации основной источник капиталов для американского рынка но неужели денежные власти сша ничего не сделают никак не повлияют на эти настроения и не попробуют изменить тенденцию на этой неделе заседание федрезерва ставка пресс-конференция вот очень будет интересно послушать что же скажет джером пау связи с этим и сможет ли успокоить рынки поднять авторитет американских активов в том числе доллара поэтому друзья до прояснения ситуации до именно заседания федрезерва я пока что поддержать длинные оппозиции по индексу тем более что индекс доллара все таки вот уже второй день после мощного снижения начинает растать золото поскольку был достигнут уровень стоп лосса я отмечал что если пройдем планку 1690 то можно будет выходить из этого актива если вернемся в район 1720 а мы вернемся точно друзья просто я не знаю через какое дно мы туда доберемся снова будем рассматривать покупки но я ситуацию актуализирует bitcoin 9750 ставим на дальнейший рост евро доллар 1 1289 и в пятницу вышли данные по производственным заказам германии снижение на 36 и 6 процента только вдумайтесь в эти цифры сегодня мы ждем промышленное производство промышленную активность общий показатель ну разумеется будут цифры не менее слабыми но евро в принципе слабую статистику сейчас игнорирует особенно после того как на прошлой неделе был согласован дополнительный пакет расширение чрезвычайного фонда о помощи на 600 миллиардов евро до одного триллиона трехсот пятидесяти миллиардов рынке реально заливает сейчас деньгами и трейдерам инвесторам это очень нравится в пятницу кстати нарисовалась очень интересная разворотная свеча по евро доллару и казалось бы сейчас можно присоединяться к этим распродажам если высокая вероятность того что коллекционная динамика продолжится но друзья не будем противоречить данным каймана если по-прежнему позиционирование указывает сторону того что может быть краткосрочный рост из-за того что очень много сейчас сидят в шортах я допускаю что локальных максимумов мы еще не достигли поэтому несмотря на фундамент слабый по евро и по фунту я все-таки краткосрочно рекомендую пока что держать длинные позиции поглядывать на кайман будет изменение позиционирования изменения настроений мы тогда также развернемся на этом все большое спасибо за внимание всем всего доброго до свидания